Возможно, я очень сильно ошибаюсь, конечно, но кажется, в стране назревают перемены. И сейчас я поясню, что я имею в виду. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В последнее время произошло ряд важных событий в стране, которые могут повлиять на всю нашу дальнейшую жизнь. И сейчас я их перечислю. Это голосование по поправкам, очень срочное, очень срочное голосование по поправкам, потому что, ну, я думаю, что власти опасаются, что надо это провести срочно, пока не слишком поздно, потому что недовольство будет только расти. И второе – это арест губернатора Хабаровского края и последовавшие за этим события. Но сейчас я поясню, о чем речь. То есть что-то начинает, мне кажется, приходить в движение. Возможно, я заблуждаюсь. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, прав я или нет, и насколько я прав. Ну, про поправки в Конституции, ну, просто они были слишком как-то срочно, и их протаскивали, ну, прямо вот силком, потому что вот так вот 200 поправок в один момент, и все ради того, чтобы, похоже, чтобы усилить власть президента, ну, это как минимум странно. Второе – арест Фургала. Смотрите, ну, уже только ленивый не сказал, что Фургал победил Единую Россию, и это было протестное голосование, он даже не хотел побеждать, но настолько слабый был кандидат от Единой России, что, в общем-то сказать, никаких шансов у него не было. И последовавшие за арестом Фургала массовые шествия в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре в поддержку губернатора говорят о том, что, в принципе, он популярен, потому что народу нравилось то, что он делал. Это сигнал власти. И там, в законодательном собрании ЛДПР. Но еще более важным, я считаю, последнее заявление Жириновского. Нет, не о том, что он грозится, что вся фракция выйдет из Государственной Думы, это смешно. Нет, конечно. Но вот эта вот фраза о том, что Фургала сняли потому, что он отказался возить деньги в Кремль, это звоночек. Потому что, ну, я подозреваю, что практика такая есть. Первое. И второе, что все, в общем-то, губернаторы и депутаты, они все на крючке. То есть такая система власти сложилась, что на каждого из депутатов или на каждую выборную должность есть свой компромат, чтобы они не дергались, не рыпались. Им говорят, ну, будешь дергаться, посадим. Ну, соответственно, на Фургала, естественно, такого компромата не было в момент выборов, потому что никто не рассчитывал, что он, что его изберут. А он был избран. Поэтому срочно начали искать на него компромат. И, ну, кто хочет, тот всегда найдет, естественно. То есть все задают вопрос, ну, а как же допустили там и так далее. Да как допустили? Потому что, ну, по хрену органам были там эти самые, так сказать, участвовал он в этих убийствах или нет. Это никого не интересует, пока человека не изберут. Вот, это логично. А вот когда избрали уже, ну, надо накопать. И даже если он не участвовал, то окажется, что он участвовал и замешан. Ну, так построена система, и она начинает давать сбои. А почему я считаю, что нас ждут перемены? Потому что Жириновский, он, понимаете, он жуткий популист. Он работает на публику. Это, ну, как бы общеизвестно. Он, можно сказать, клоун. Но он не простой клоун. Он очень умный мужик. Вот очень умный. И он очень тонко чувствует, когда и что надо сказать, и когда и что можно сказать. И если он сказал вот это вот А, то, по идее, ему уже Песков сказал. Но если ты сказал А, говори Б. Вот, но есть какие-то вещи, которые скрытые. Но если вот это вот пойдет дальше, то есть я думаю, что Жириновскому сейчас угрожают. Вот, но он говорит, ну, ребята, тогда я скажу дальше. То есть система приходит к своему, в общем-то сказать, ну, приходит к тупику. Потому что либо Жириновский сейчас раскроет все, либо, ну, денежные потоки. Черный нал. Если вы думаете, что он прекратился, когда ушел Ельцин, то это далеко не так. Я думаю, что он усилился. Потому что, ну, при Ельцине все знают про эту коробку от Ксерокса, да? Вот, это всем известный факт. Я думаю, что с приходом Путина просто объем коробок, может быть, увеличился. И все. И вот эта вот система, она продолжает работать. И когда Жириновский посягнул вот на это святое, на саму систему, ну, это уже звоночек на самом деле. Почему? Потому что я думаю, что он уже начал чувствовать вот эту вот слабину. И еще один момент, что, помните, Путин сказал, что не надо там рыскать глазами, значит, там в поисках преемника и так далее, потому что начнется драка, начнется жуткий передел и хаос. И я так подозреваю, что вот этот вот звоночек, высказывание Жириновского, это как раз именно о том, что хаос-то начинается. И его не остановить. Но я надеюсь, что все обойдется без особого кровопролития, потому что все-таки у нас в руководстве страны умные люди, и перемены они неизбежны, они будут. Вот. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Но если уж перемены там, когда Ельцин приходил к власти, обошлись практически бескровно, то, в общем, сейчас нет никаких предпосылок. Я в этом смысле оптимист. То есть я думаю, что перемены будут, будут перемены к лучшему однозначно, но надеюсь, что они будут не очень болезненные. На сегодня все. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Поставьте лайк, не забудьте. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.